Я к чему это говорю? Что на сегодняшний день, как мне кажется, у нас продолжают, так как продолжают и поднимают голову эти провокаторы, то Украина оказалась в опасности перед своим будущим. И вот тот самый, говорит Великий Львив, который такой незалежный, так хочет вот это вот освободиться от империи, на самом деле подыгрывает империи и делает все, чтобы эта империя выиграла длинную войну. Потому что когда такие, как Портников и другие, говорят о том, что мир заключать нельзя, то нам надо только вооружаться, они все время как будто бы подыгрывают вот этой идеей. Вооружайтесь и убегайте из страны. Но когда убегут все, кто придет на эту территорию? Европейцы вряд ли. Придут все те же самые переселенцы, все с той же самой Россией. И получится так, что еще больше империя разрастется. Только благодаря тому, что наши спецслужбы работают с их спецслужбами, провокаторами и провоцируют на войну. Возможно, они даже сами не осознают это до конца, не являются, так сказать, предателями-подписантами. Но ради звания, ради денег, ради того, чтобы иметь больше власти над теми людишками, которые еще остались, ради того, чтобы отбирать имущество. Вот оно ради чего? Ради собственной подлости. Потому что если президент Украины раздает пяти котам индульгенцию на подлость, индульгенцию на коррупцию, когда он создает сам вокруг себя лиц, на которых клейма негде ставить, то, конечно же, это все разваливает Украину. Потому что под вот этой вот государственной властью или государственным аппаратом всегда перед разросшимся, у нас же было 42-44 миллиона населения. А сегодня этот аппарат водружен на людей, которых стало меньше на треть. А аппарат продолжает находиться в том же состоянии. Более того, этот аппарат вырабатывает мысли. И мысли у него следующие. У нас не хватает денег на содержание нас, аппарата. И вот здесь как раз и возникает вот это вот желание построить у нас Северную Корею. И когда я еще в начале войны, я думал, что это быстрее закончится, во-первых. Но думал так, что это Россия для того, чтобы закрыться, выстраивать какую-то свою Северную Корею, ну, чтобы сохранить власть. А выясняется, что у Путина задача сохранить автократию. А вот Украина, по большому счету, может превратиться и в Северную Корею. И сегодня, скорее всего, идет борьба за то, что какая часть Северной Кореи будет. Но являемся ли мы союзниками с теми, говорит Великий Львов, с этой студией, где работают сплошные провокаторы и сотрудники вот этих людей, которые у нас и занимались провокациями. Я имею в виду и Портников, и Корчинский, и Княжицкий. Все там. Вся вот эта комарилия, мы скажем так, что она же связана не просто так, там же рога торчат, еще и эспрессо, в котором они все обосновались. И учредителями этого эспрессо, как вы думаете, кто является? Ну, жена Яценюка и супруга Авакова. Мы видим, что там те же самые МВД-шно-коррупционные корни торчат. И когда они так рьяно нагнетают национальную рост в стране, ты понимаешь, что они пытаются для себя построить, условно говоря, угледобывающую компанию. Компанию, которая должна просто добывать, ну, в Африке это были племена, которые должны бананы добывать. А в Украине, ну, что там, зерно должны добывать, руду, уголь, ну, плавить металл, перевозить грузы. А деньги будут в этой стране? Нет, деньги будут продаваться на биржах, это все будет. Мы откроем дорогу на биржах. Так что, это непростая провокация появилась. Единственное, что, еще раз говорю, радует, вот, откройте этот Великий Львов, прорекламирую его, говорить и показывать Великий Львов, и интервью с Корчинским. Но слушать его бессмысленно, потому что это, знаете ли, выступление безумствующих провокаторов. То есть, они уже стареют и приходят к сумасшедшему виду. То, что он мелет, это, знаете, даже, ну, в нормальную голову в 21 веке уже не вмещается. Но вы посмотрите на ведущего. Это тот самый ведущий, который не давал мне говорить, как либертарианцу, про налоги. Что нас душат налоги, что нас душат государства, что нам надо больше свободы, что нам надо быть европейской страной с точки зрения защиты прав граждан. А это его не интересует. Но зато, как он внимательно слушал провокационную речь Корчинского и кивал своей гривой в плане того, что, да, детей не надо выпускать. Да, дети в этой стране обречены на то, чтобы над ними летали бомбы, а матеря их рожали и выращивали из них солдатов и отправляли на войну. Вот основная мысль Корчинского. Чтобы все маршировали. Только сам он в армию не пойдет. И сына не пошлет в армию. И его банда не пойдет в армию. Они будут под МВД, под КГБ формировать группы так называемой полицейской зачистки и провокационно нападать на мирные граждан. Или брать деньги у того же самого ФСБ для того же проводить собрания со смолоскипами. То есть одурманивать простых молодых людей, превращая их в таких же провокаторов, как они, обучая провокаторов вокруг себя. Вот что они делают. И мне, конечно, досадно, что эта студия функционирует во Львове. Потому что Львов для нас всегда был, это как бы светочь западной культуры. Мы немного всегда снимали шляпу перед Львовом. Я из Днепра, но когда я ехал во Львов, я понимал, что это культурная столица Украины. Что там можно подпитаться культурными слоями того, что нам не было с детства доступно. Что там можно услышать нормальную украинскую речь. Потому что на юго-востоке ты нормальную не услышишь. Там либо суржик, либо люди перешли на суконный государственный язык. Но во Львов можно приехать было и подпитаться. Я уж не говорю, а когда ходишь по Львову и попадаешь в дома 15-го столетия, которые четырехэтажные дома 15-го столетия, ты понимаешь, какая культура была и какие права там были у людей. И во что их превратила та самая империя российская, которая, захватив эти территории, превратила эту территорию, в том числе и Львов, в город националистов и стукачей. Потому что стукачи генетически там живут. И дети тех стукачей, они просто сейчас вырядились в других провокаторов. Потому что ген провокаторов, он же никуда не денешь. Но еще раз скажу, что меня обрадовало одно – комментарии. Не этот ведущий идиот, такой же, как и Корчинский. Нет, комментарии. Потому что в комментариях люди открылись. Потому что Львов – это не студия, говорит великий Львов. И это не мысли Корчинского. Львов – это люди, которые каждый день живут и выживают в тех условиях, в которых они оказались. И если бы не эти провокаторы, я думаю, войны не было бы. И то, что они среди нас, это все благодаря нашему президенту. Который попросту не понимает, что своими действиями или бездействиями, продавая страну, выдавливая людей отсюда, подвергая опасности миллионы граждан, отказываясь вести мирные переговоры, он доводит страну до истощения. Он фактически уничтожает страну изнутри. Я же говорю, мощь у нас есть, у нас людей скоро не будет. Мощь у нас есть, у нас экономики нет. У нас военная мощь только и осталась. А когда у нас останется только военная мощь, только армия и только спецслужбы, это и будет Северная Корея. Моментально. И Львов тогда вздрогнет и вспомнит, а кого они слушали на этом великом Львове, и чем занимаются эти гауляйтеры, которые, поверьте мне, когда что-то произойдет, они прекрасно будут служить в Москве. Ну да, ходить в вышиванках. Кстати, показательно будут, но в Москве. Потому что Москва допускает небольшой бунт, немножко вышиванки, да, там литературку, пожалуйста. Ну, периферия должна жить. В том числе, как бы, империя дает добро. Но если мы действительно хотим быть независимым государством, если мы, мы должны быть тупо богаты. Украинцы должны быть свободнее, чем россияне. И что если ради этой свободы надо остановить на какое-то время войну, мы не потеряем ни грамма территории. Потому что международное сообщество помогает тем, кто хочет жить. Оно не может помогать тем, кто хочет сдохнуть. Если для нас пытаются построить Северную Корею и внушают людям, что они должны сдохнуть ради Северной Кореи, то переворачивается мир добра и зла. Так что, свободный лев, осторожней с тиражированием. Заодно на заметку поставьте Портникова, Корчинского, Княжицкого. Это все оттуда. МВДшный коррупционер. Это все те же люди, которые когда-то служили Москве, всегда взаимодействовали с Москвой, всегда вооружились московскими нарративами, и для которых существование Украины свободной, с правами человека европейскими, немыслимо. Потому что они на этом бабки делают. А вот война для нас, для украинцев, это по большому счету должно бы стать прививкой от ненависти. То вспоминайте, что ненависть к соседям, ненависть даже к правителю другой страны, оно взрастило ненависть в обратную сторону. Так что для чего разжигают ненависть? Для того, чтобы получить деньги из Кремля. Ты когда начинаешь думать, а как еще можно было получить деньги из Кремля в мирное время? Они там наверху, ну для тех же самых спецслужб. Ну как с них деньги получить? К войну развязать. Убедить своего фюрера в том, что он великий, и ему нужны земли соседней страны. Убедить и еще и оскорбить его. Потому что когда ты приходишь к выводу, что все наши спецслужбы работают на Кремль, ты в опасности. Возможно, не все, кто там работают, работают на Кремль, но то, что там шпионов и провокаторов пруд пруди, и что они взращивают этих людей, потому что они являются крышей для этих людей. Они дают им силу. Потому что ничего вы не сможете так свободно наступать на права людей, если вы не под крышей СБУ или ментов. Потому что в нужный момент, если вас возьмут, вас должен кто-то вытаскивать из той же самой тюрьмы. Кто-то должен не допустить, чтобы вас посадили. Вы вспомните, какое количество в Украине было отпущенных убийц. А приходили всегда молодые люди под крышей СБУ или МВД вытаскивать своих убийц. И, конечно же, Львов должен же помнить, у них сейчас в тюрьме там находятся, ну, как считают, подозреваются в убийстве фариотов. Вот это все заканчивается вот этим же. Потому что эти же провокаторы накачивают мозги незрелые молодых людей и они принимают участие в убийстве символических людей. Потому что, ну как, чтобы народ вздрогнул? Давайте убьем фарион. А я уже не говорю о том, что возможно не просто же убить фарион. А мы с вами уже обсуждали этот вопрос. Фарион заняла такую непримиримую позицию по отношению к Зеленскому. Она на его пятилетие занятия должности президента выпустила видео, в котором она разложила его как самого большого злодея, который вредит Украине. Я даже подумал, что если он смотрел это видео, он должен был сильно возмущаться. А когда человек в невменяемом состоянии сильно возмущается, его и записать может. А под эту запись потом убить фариону. А потом устроить цирк с вот этим молодым человеком, который присутствовал там, везде попался на камеры. Но убивал ли он, вопрос сейчас стоит. А по сути, выглядит как очень хорошо сработанная операция спецслужб Украины. И не надо сворачивать это на спецслужбы России. Им нафиг не нужна та фарион. А вот спецслужбам Украины она нужна. И не знаю, сплудет. Потому что с Бузиной была та же самая ситуация в период 10 лет. Мы обсуждали это. На заправке тусовались одни, а кто убил, непонятно. И этих двоих отмазали, они уже работают где? Они работают с ментами. Их уже внедрили в НАБУ наблюдателями. Так что нас может спасти украинцев только прививка. Прививка от неправильных мыслей. Потому что у каждого, у которых хоть мысль закрадется в том, что детей не выпускать, ограничить свободу других людей, запретить говорить на родном языке, запретить то, запретить все, вообще слово запретить надо забыть. Потому что этим всем питаются вот эти провокаторы. Они ищут неокрепшие души, чтобы рассказать им простые решения сложных проблем. Сегодня мир трясет. Не вы думаете, а твой не его трясет? Да его трясет от информации, которая выбралась наружу. Когда десакрализация идет всех, людей показывают в прямом эфире. И вон Байдена показывают, как он с тенью разговаривает. По сути, информация вылазит отовсюду. Свобода слова овладела миром. Именно это трясет мир. А нам ведь выдают совершенно другую картинку. И в то время, когда надо открывать границы, давать больше доступа, чтобы люди больше узнавали, чтобы открывалась граница, в том числе и в Европу, находятся провокаторы, которые говорят, нам надо крепостью быть и воевать до царя Панька. Чтобы никогда не закончил. Но, слава Богу, сейчас заговорили уже, уже со всех сторон, мне кажется, вот последние дни мы наблюдаем, что только ленивый не говорит о каких-то мирных переговорах. Уже и Шольц заявляет, уже и индусы присылают, уже и бразильцы присоединяются, уже все, уже посылают, что и Путин якобы согласен. И вот, возможно, мы будем скоро обсуждать, и это выбрасывается сейчас на всеобщее обсуждение, это вот те самые стамбульские соглашения, которые два года назад могли подписать. Но вот эти крикуны, которые хотят воевать до последнего украинца, ну, сами не воюют, не, сами они в студиях сидят, там, все, они всех будут призывать, они говоруны. Ну, как портников. ни в коем случае, они говорят, нельзя подписывать. Ни в коем случае, нельзя останавливать войну. Потому что, что они делают? Они делают людям впрыск этой своей информации в плане ожидания, что будет еще хуже. Вот если остановить сейчас войну на каких-то рубежах, то будет еще хуже. И вот здесь надо разбираться, а давайте себе подумаем, а будет ли хуже? Будет ли хуже, если там, где сейчас стоят войска, заключили мирные переговоры, перевели это в мирную плоскость и начали договариваться. Какая-то линия раздела 50 километров сюда, 50 километров туда, она разделила эти страны. Страна может уже работать мирно, уже может развиваться. Войны нет. Почему мы должны предполагать, что она будет? Если Украина после войны, получив такую прививку, войны, погибло огромное количество людей, пострадало, огромное количество городов, почему мы думаем, что мы не сможем измениться? И что мы не сможем нацелиться действительно на вхождение в Европу? Не так, что вхождение, откройте нам ворота, и мы сейчас туда кинемся. Нет. Мы должны открыть сердце для того, чтобы превращаться в европейца, чтобы быть нормальной европейской страной. Потому что в нормальную европейскую страну входит первый пункт. Зеленского не должно быть. Потому что Зеленский построил диктатуру. Потому что Зеленский предал 73% голосовавших за него. Потому что Зеленский расплодил 5 котов. Потому что Зеленский позволил этим всем спецслужбам заниматься провокациями еще больше. Потому что Зеленский, как мне кажется, он вообще доведет страну до того, что люди будут уже рады это хоть под Россию. Только прекратите стрелять и убивать людей. Так что мы натыкаемся на разные интересы. Кто-то хочет продать граждан Украины, как Батраков, Европу, освободить территорию, чтобы продавать эти 13 триллионов ископаемых. А кто-то хочет жить на территории Украины и быть свободным. Быть европейцем. Потому что это единственная награда, которую я вижу для украинцев. Это если часть Украины, хотя бы часть, превратится в часть Европы. А когда при помощи войны мы так далеко продвинулись и подписали документы, и начали движение в ту сторону, и целое министерство занимается вхождением в Европу. И на 30-й год уже даже записали дату, когда должны принимать. Но вот эти провокаторы, Корчинский, Портникова, эти Кнежицкие, они будут делать все, чтобы устроить конфликт внутри страны. Чтобы люди, которые конфликтуют, никогда даже не подумали, что они могут быть французами, бельгийцами, немцами, которые уже давно решили эти вопросы. Что если у вас та же самая Бельгия, она там такая дробленная, там, по-моему, пять языков неизвестных нам. Так что посмотрите эти видео, обратите внимание на высказывания провокаторов и вспоминайте и про Путина хуйло тоже, кстати. И я тоже очень радовался, когда появилась эта Путин хуйло. Я даже не подумал о том, что этим Путин хуйло на всех площадках мы заставляем сатанеть и меняем человека с неокрепшими мозгами. Потому что Путин по большому счету подвесся сам манипуляции. Своих сателлитов вот в чем опасность диктатуры, что его окружение, его спецслужбы могут им манипулировать. Так же было и при Николае Втором. Николай Второй пришел к власти. Такой не самый сильный император. Жена сильно вмешивалась. А спецслужбы зато питались хорошо. Спецслужбы взрастили и народную волю, и убивали министров, и все это взросло, и там СССР были, все боевые организации. Очень много террористических организаций под Николаем Вторым образовалось. Он с одной стороны нацеливался на реформы, а с другой стороны эти террористические организации все время взращивали его и заставляли усиливать силовые организации. Как такой замкнутый круг. Мы сейчас тоже усиливаем спецорганизации вовсю. и армию наращиваем, и военизированные формирования наращиваем. Потому что к чему это приведет? Это приведет к перевороту в конце концов. Потому что появляется специальная работа с императором. Как была организована специальная работа с императором? Супруга его, ребенок больной, там у него гомофилия, успокаивать его тяжело, а спецслужбы подсовывать ему мужика. Это шаманского типа. И назначения уже начинаются, в связи с тем, что страна большая, неразбериха сумасшедшая, как принимать решение неокрепшему мозгу царя непонятно. Почему цари пришли в упадок? Не все готовы управлять огромной державой. Не все в состоянии принимать грамотные решения. И в данной ситуации он начал полагаться на супругу Распутина. Распутин принимал решение, кого назначить на важнейшие посты государства, премьер-министром или другим. Через него действовали спецслужбы. Он работал под крышей спецслужб. Потому что вот эти все свольные грехи, там, эти все секты, когда появлялось огромное количество, было очевидно, что общество пришло в движение. Общество одно стремилось уже работать как-то по-новому, шло к заводам, а другое оно терялось, оно не знало куда идти. И оно шло к этим шаманам, чертам. Путин же тоже с шаманами завязал возни. У него тоже этот Шойгу приводил ему шаманов, они куда-то в лес ходили. Это средневековый бред какой-то. И, конечно, на такого человека весьма производило впечатление. Тут, с одной стороны, на него говорят, что он великий Петр I или Владимир, собиратель земель русских, восстановитель империи, а с другой стороны, соседняя страна на всех стадионах кричит Путин хуйлу. Ему от него не скрывают. Потому что он должен видеть, кто он есть на самом деле. Спецслужбам это выгодно. Также точно та же самая ситуация зеркальная происходит сейчас у нас. Зеленскому рассказывают про 30 покушений. Я не знаю, уже появился шаман или там есть один шаман Буданов с птичками у себя в кабинете, который приходит и шаманит вместе с его помощницей секретаршей, а туда еще Гагилашвили приходит, чтобы нашаманить над ним. А потом он выходит и меняем состояние дает пресс-конференции непонятного направления. А спецслужбы, они же класс. Класс. Давай, давай. Давай, воюй. Давай еще больше людей положим. Давай, на Курск иди. На Курск. Я же обратил внимание, и вы, наверное, со мной тоже обратили внимание, что повылазили эти Гордоны, Арестовичи, Корчинские, Порниковы. Правильно идем в правильное место. Курск, Курчатину эту сейчас покажем. Путину пощечину надоем. Месяц проходит, никто не может ответить, нахрен вы туда пошли. Зачем вы погубили людей? Почему вы не усилили донецкое направление? И ты, как логически рассуждаешь, говоришь, подожди, да вы Курское затеяли, чтобы Донбасс сдать? У вас договорняк между спецслужбами идет. Вы убедили президента, не знаю как, но убедили, при помощи шаманов, или еще кого-то, убедили, чтобы он перся на этот Курск, Курчатину. На пустые эти деревья. Вы понимаете, как, что сейчас на эти неокрепшие мозги, в чем опасность диктатуры. Для России своя опасность, они пусть разбираются со своим фюрером. Возможно, он уже пришел в тямы и действительно хочет слазить с санкций. Потому что понимаешь, это же не растягивается на столетия. Санкции действуют в течение 10 лет, 15 лет. Оно потихонечку начнет схлопываться. А мы же сейчас тоже, Украина, оказались в ситуации, когда денег-то нет, работать-то некому. Армия у нас есть. И армия вроде бы воюет. И армия может еще больше воевать. А если правильно воевать, то надо рассматривать вопрос, а почему не сжать диаметр боевого столкновения? Ну, в силу того, что у нас поменьше всего. Ну, воюет, как воюет. Я же говорю, что мощь армии есть, поступление оружия идет. Но народа уже нет. И вот вылазят эти провокаты. Вот точно как перед кончиной или как отречением Николая Второго. Но что после произошло, потому что когда столько зла выпущено в мир Украины, территорию Украины, столько горя принесено людям, не только извне, но и изнутри. Я эти жуткие кадры смотрел, как два ТЦК-шника сидячего человека ногами избивают. И говорят, говорят еще, а что же это мы за тобой бегать должны? А получи в рыло. А что же это мы тебя должны преследовать? Достает баллончик и в глаза ему. А тот лежит, стонет, оставьте меня, бросьте а второй подходит и сзади его лупит ногой. И это подожди, это украинские граждане? Или какие? А бьют они гражданина Украины или кого? Потому что идет вот это зло, его же остановить невозможно, оно пока не иссякнет. А иссякнет оно, когда ему нечем питаться уже будет. Поэтому собой не питайте вот эти все всех разжигателей войны. Вот как только видишь разжигатель, выключайся. Как только видишь подпевалую спецслужб, выключайся. Уже их слушать невозможно. Они разлагают нацию. Они разлагают политическую нацию, которым и должна быть Украина политической нацией. Территория Украины очень большая и сложная, она неоднородная с точки зрения народа населения. Это политическая нация. Гражданство Украины вот оно самое главное, а не национальность украинец. И свободы украинцам надо, не так, как хотят провокаторы, чтобы все как в Северной Корее. А свобода должна быть. А свобода и ценность паспорта любого, она ведь заключается в том, а сколько ты стран можешь посетить. Я сравнивал тут невольно канадский и американский паспорт. Канадский паспорт больше стран открывает для посещения. К канадцам в мире очень хорошее отношение. Канадцы могут работать в Америке, могут работать в Европе. Получается, канадский паспорт хорош. В Канаде у нас большая поддержившая диаспора. Когда разговаривали с ними, они как малые дети. Они почему-то тоже не всегда хотят, знаете, чего не всегда хотят? То, что у них есть и является нормой для Канады. У них два языка. Английский и французский. У них как бы две Канады. И ничего. Я когда им говорю, а что от Украины другого требуете? У нас тоже сложились обстоятельства. И вот это все мне навеяло. Это воспоминание о том, как я посещал говорить Великий Львив. И как они там визжали. И все провокаторы сидели в студии и провоцировали конфликт. А потом, когда я ушел, они дали интервью и сказали, приходил провокатор, отказался говорить на украинском языке. А во Львове со мной совершенно спокойно, а у меня молодежь со мной была, они пошли ночью, я лег спать в чудесном отеле Шопен. А они пошли болтаться по, ну, все-таки старинная столица, культурная столица Львова. Ночью там всякие кабачки работают, пошли болтаться. Самое интересное, что в Львове сплошное караоке на русском поют. Не никакого столкновения. Осторожнее провокаторы кругом. Спасибо. Не знаю. Может кому-то не понравились мои слова, но мне кажется прививка от войны для нас для всех должна быть. Случиться с нами должна. Я немножко на вопросы. Алло, слышно? нормально? Так, КЛМ. У нас в Одессе сейчас самые ярые патриоты это евреи. Причем все с инвалидностью. Ну, вовремя подсуетились. Да, конечно, в Одессу вообще прислали смотрящего от Зеленского. Прокурора Киева, а в 16-м году был иллюстрированный, как и все они. Конечно, они все переоделись в национальную форму. А на в Одессе вообще эксперимент проводят. Насколько одесситы способны сопротивляться. Потому что им улицы переименовывают, им вообще условно говоря выглядит как армия вторжения. Но для одесситов то, что они творят сейчас в Одессе, эти смотрящие, раньше они смотрели только за таможней. Там на 7-м километре все происходило. Ну ладно, это бизнес. А сейчас они пошли дальше. Им надо этот жупю водрузить в том числе на Одессу. А когда ты задаешься вопросом, а зачем вы это делаете? Одесса де-факто почти прифронтовой город. В Одессе сложная политико-экономическая ситуация. Более того, вот эти все переименования прекрасно используются в российской пропаганде. Когда мы говорим о таких как Корчинский это одно. Но надо говорить о таких как смотрящие Зеленского в Одессе. Это та же самая провокация. Все для того, чтобы показать на российском телевидении. Мол, смотрите какие они. Я уверен, что сейчас Корчинского будут крутить на российском телевидении. И он это озвучил для российского телевидения. Очень много берут они из реальной жизни украинцам. И украинцы, на всяком случае, те, которые занимаются этими провокациями, создают им часто эти чудесные роли и ненависть. Так, Литл Батона, а ты кто, что рассуждает? Так, ты в этом эксперт? Да, я в этом эксперт, я гражданин Украины, я могу рассуждать. Батона. Сладкий, кто такой. Юрий Васинович, да, Евгений в Кремле, Евгений в Кремле, вы, Евгений, не знаю. Семен, значит так, сейчас я вам расскажу, как все произошло. Хорошо. Так, Озиопа с полноразумом. Озиопа, да. Ксикана. У твоей 63-го уже пора пидбиты пиццунки. Матвиенко, НВ. Я ее подбиваю, знаете, многое изменилось у меня в голове. Я, например, после 21 года, ну, вначале мы все попадаем в интересные события. Конечно, мы изменились. Смотрите, 15-й год вторжения в Крым и Майдан. События, события. Повлияло нас? Повлияло. По итогам Майдана формируется коррумпированная в том числе власть. Повлияло? Повлияло. Мы ожидали большего, но появился все-таки хотя бы паспорт, который позволяет ездить в Европу без виз. Потом для нас всех неожиданно пришел ковид. Помните, как ковид пришел? И как вел себя в том числе и президент. Помните, как он почему мне показалось все это заговором? Потому что они все время в игру эту играют. Президенты, которые присоединяются ко всем остальным президентам. Видать, установка дана, чтобы участвовали. Ну, я предположил, что это замедление экономики мира было, для того, чтобы начали валиться неразвитые экономики. И тогда Зеленский заболел ковидом. Я помню это время, это где-то 20-й год, 21-й. Он заболел ковидом и с ним одновременно заболел Ермак. И они вдвоем им отцепили целое больничное отделение там в Конче-Заспе и они там жили вместе вдвоем. Болели на карантине. Так что я подвожу писунки. Когда в 21-м году на меня 7 уголовных дел завели, я вообще прозрел. Я понял, что я всю жизнь жил незащищенным в этой стране, что мне просто везло. Я пришел к выводу, что все бизнесмены Украины, России, Белоруссии, это люди, которым просто повезло не столкнуться с этим ужасным айсбергом. Ты оценил суть государства. Мне рассказывали много про то, что заводят ложные уголовные дела, что людей забирают имущество. Но я всегда считал, что государственные могут там быть схватки. Но частное имущество, когда на человека просто придумываются дела и вешаются через прокуратуру, я в это не особо верил. Я думал, ну не совершаешь преступлений, у меня всегда было правило наркотики, проституция и оружие, я не торгую этим. Ну, значит, у меня должно быть все в порядке. На государство я не работаю, от государства ничего не получаю, ну что у меня может случиться? Нет, оказалось, ты можешь не только получить 7 уголовных дел, 3 из них могут добраться до суда, а тебя в связи с что началась война, и ты выехал, тебя еще и в розыск могут объявить. То есть у тебя еще будет это продолжаться не один год, а может пятилетие будет продолжаться. И, конечно, я переосмысливаю и даю оценку тому, чего я достиг на самом деле, и то, насколько опасны такие государства. Насколько опасны, когда спецслужбы, специальные заведения не находятся под контролем общественности. Вот мы сейчас перешли ту грань, она началась, кстати, с приходом антимайдана, потому что эти голодные мальчики, которые были по 4-3 года люстрированы, а потом восстановились, они прибежали брать свое. У них даже такой лозунг не передавали из прокуратуры, это наше время. Мы будем грабить. Вы наживались, вы работали, вы создавали продукты, вы покупали, теперь мы будем у вас это все отбирать. Это установка на уровне СБУ, прокуратуры, ментов, и, конечно же, администрации президента. Ну, администрация президента, та дорвалась до всего государства. Я не знаю, как они, по принципу одноклассник, друг, преданный человек, свой в доску, а в результате у них валится государственное управление. Бакриджан, вы не правы, Украина идет в Евросоюз. Ну да, я об этом и сказал. Украина все равно будет в Евросоюзе. Тут никуда не действия. Просто через какие мы столкновения еще пройдем послевоенные, потому что вот опасения того, что, допустим, в ноябре заключают некое мирное соглашение, огромное количество недовольных людей. И Украина, вот в чем опаска и почему активизируют эти спецслужбы, что они, судя по всему, пытаются затащить людей своими провокациями в гражданскую войну. А гражданская война это уже совершенно не то, что даже внешний фактор. Там армия воюет, там бомбят, но как бы народ единый. Он находится в каком-то там общем горе, общем единстве. А сегодня нас, вот я же помню, как война начиналась, я несколько раз через польскую границу ездил. И каждый следующий раз был хуже предыдущего. Вот первый переход, он как бы и толпа народу шла, и знаете, как-то оно быстро все шло. Люди какие-то были приветливые, поляки принимали. А потом все хуже и хуже. А сейчас вот я читаю, я давно не ездил, говорят, пять машин по восемь часов пропускают. И ходят эти важные таможенники, уже такие надутые. То есть людей стравливают друг с другом. И я серьезно говорю, что мы можем в результате всех этих манипуляций свалиться, как и свалилась в свое время Российская империя при Николае II, в гражданскую войну. Внутренний гражданский конфликт. Когда реально, сегодня уже там дерутся с ТЦКшниками. Завтра человек, который не найдет решения своего вопроса справедливого в суде, возьмет оружие, пальнет по прокурору. Послезавтра кто-то убьет своего следователя. После послезавтра соседа. Короче, это может вылиться в реальные столкновения между тем более оружие там много поступит. И сегодня, если президент этого не понимает, что надо страну готовить к мирной жизни, то есть люди должны вернуться с фронта, им надо, чтобы было чем заняться, должна быть работа. А если они вернутся в ту страну, которая сейчас, то они зададут себе вопрос, подойди, а за что мы, собственно, воевали? За Северную Корею Корчинского? За то, чтобы мои дети не учились в этой стране, а сразу рождались с автоматом? Лучше с пулеметом. Так, Балашова смотрит 80% орков. Там можете орки? Я же говорю, что посочувствуйте темным россиянам тоже, потому что их ждет долгая дорога в дюнах. Мы переболеем этим. Нам война все-таки прививку сделает. А вот им еще предстоит смена Кащея бессмертного. Я когда привожу пример Кащея, пакостника этого, всегда у меня перед глазами сказка, как заканчивается сказка про Кащея. Ну, там, это утка, но убийство самого Кащея происходит в следующем. Этот стреляет из лука, этой иголкой, он прокалывает ему сердце, и он умирает. Но параллельно с ним умирает все его царство. То есть, оно начинает рушиться, обваливаться. И вот я когда вот на Кремль смотришь, думаешь, ну, вот это все царство Кащеева, оно рухнет вместе с Кащеем. И примеры этому, их же бесчисленное множество. Со Сталином, как Сталин умер, так и рухнула его Сталинская империя. С Хрущевом, Хрущевская. Ну, и так далее. И у него не исключение. Прививка от Союза с Россией. Там россияне даже не надейтесь. Украина сделала свой выбор, ее перетащит все равно более богатый сосед. Я всегда говорю, что лучше жить. Женщина лучше выберет богатого и красивого, чем бедного и больного. В данной ситуации Европа это все-таки богатый и красивый сосед вместе с Америкой. это все-таки золотой двумиллиард. Ну, а Россия немножко бедный и больной. Так, Васильевич, хотят Хазарию с Украины сделать. Да не хотят. Я же говорю, что тут вообще непонятно, что хотят. Спецслужбы хотят денег, Василий. На самом деле, а кто больше всего тянется к спецслужбам, чтобы использовать их? Ну, Российская империя тоже говорит, что кто участвовал во всех этих политических движениях, когда разрешили в том числе участвовать в голосовании, отменили 101-й километр, еврейский народ кинулся, умело использовать политические, двинулись в адвокаты, очень много евреев пошли в адвокаты, очень много евреев начали возглавлять разночинцев. почему? Ну, для этого нужно было простую вещь сделать, становиться неевреем. То есть, они православие брали себе за веру и как бы отступали от иудаизма. И тогда у них открывалась возможность сделать карьеру. Но в том числе они же много пошло, и в провокаторы много пошло, и в бросателей бомб пошло, а в дальнейшем уже в политических партиях большое количество представителей еврейского народа было. В том числе и в спецслужбах. Так, Володимир Нане, «Але нас русскоязычных убивают, тому потрібно витисняти русизм, а він говорит, «Єго ви начали війну, це правильно, це Раша, як у вас русскоязычник вызвати, хто і хто? Та як вы, значит, терпими будьте, я ж вас понимаю, вы меня понимаете, попытайтесь разобраться, почему у нас в Украине должна быть политическая нация, а не этническая. А распознание очень простое, вам выгодно работать, сотрудничать, разговаривать, вам приятно, вот вам что надо на первую роль означать. А разбираться с незнакомыми людьми, кто есть кто, ну, скорее всего, надо прислушаться кричам, которые говорят, если вы Ютуб слушаете, у вас есть любимые кумиры, кого вы слушаете, ну, прислушайтесь, к чему вас призывают. Если в вашей душе разжигают ненависть, неважно кому, то это плохие люди. Ненависть легко подыгрывать тем, кто ненавидит. А если это ненависть уйдет, глядишь, и мир быстрее наступит. Так, Питер онлайн, чутко осталось, потерпите, скоро придут. Тут российский флаг висит. Никто не придет, Питер. Россия загнулась на стадии завоевания Донбасса. Да, Донбасс, наверное, наше правительство им отдаст, а все остальное оказалось недоступным для Российской Федерации. Надо исходить из этого, что Украина как страна оказалась достаточно сильной. И достаточно мощно нас поддержала западная культура, потому что Европе Украина нужна. Мы исходим из того, что и украинцы нужны Европе, и Украина нужна цивилизованному миру. И решение принято. Они же не принимают решение сегодня на сегодня. Они долго готовят. Документы по Европейскому Союзу, они же готовятся уже, я не знаю, с 15-го года. И постепенно они готовятся, проводятся через парламент, имплементируются. Причем местная коррупция сопротивляется этому. А потом Российская империя тоже делает все, чтобы нарушить этот естественный поток. Пытаются давить на наше правительство. И война это такое же давление, чтобы Украина отказалась от европейского выбора. Но я думаю, что уже ничего не получится. Украина сделала выбор еще в 90-е годы и будет двигаться в Европейский Союз. Жалко, что по дороге мы сталкиваемся с Российской империей, которая противодействует, и с провокаторами, которых она сюда насадила. Так, Ира-Ира, Одесса ждет Россию, хочет домой. Ира-Ира, это неправда, что Одесса ждет Россию. Одесса ждет спокойной жизни, Торловой, как она и была. В Одессу приезжали россияне, Одесса русскоязычный город, Одесса имеет свою историю, и Одесса скорее ждет свою жизнь довоенную, но не Россию. Так, пока в Украине будут разнуляться российские, россияне будут вожать нас россиянами. Да не важно, как нас будет Леонид вакулек. А каким образом люди, которые родились в семьях русскоязычных и выросли в русскоязычной среде, ну а зачем заставлять? Ну, принять заданность можно, ну, позволить, извините, ваш сосед говорит на русском языке. Он вас не убивает, он на вас не нападает, он вам ничего не делает, он с вами торгует, он с вами сотрудничает. Вот мы мотель держим вместе с моим партнером, он со Львова. Он все время говорит на украинском языке, вот все время, он не переходит на русский язык никогда, вот в Америке он все время, это вот редко встретишь. Я говорю на русском, иногда могу несколько слов говорить на украинском, это что, мешает нам взаимодействовать? Ведь вот эти провокаторы внушили самое большое, что война из-за языка. Когда начинаешь людям рассказывать, война из-за денег, война из-за ресурсов, война из-за этой трубы проклятой, война из-за олигархов, которым все равно на каком языке говорить, война из вот таких вот владельцев, владельцев спецслужб, которые владеют студией Великий Львов, которая провоцирует людей на межнациональную ненависть, что на самом деле межнациональная ненависть это инструмент спецслужб, настраивать одних против других. Спецслужбы, кстати, Российской империи настраивали против евреев погромы. А что, не настраивали украинцев на погромы? То же самое. Это все всегда работали спецслужбы. Я сам помню, как нас в 70-е годы настраивали против евреев на погромы. Так что, мы должны говорить, раз он еврей, значит он плохой человек? еврейские синагоги не закрывают, нет? Все нормально? Почему-то? Слава Киевской Руси, если она была. Александр Шурма. Знаете, я смотрел, кто не видел фильм, потрясающий, сериал «Викинги». И когда смотришь «Викинги», у меня такое впечатление, что это про Киевскую Русь как бы сделать. А этот сериал, он соткан тоже из легенд. В какой-то степени не вся родословная викингов дошла, но легенды дошли. Вот особенно легенды, когда вот этот переход происходил от древних викингов, которые поклонялись своим богам, а потом они крестились, вот этот период как раз занимает, и появлялись огромное количество легенд. И эти легенды удивительным образом все похожи одна на одну по всей Европе. Вот как они пошли в том числе и в этом фильме ты когда смотришь, такое впечатление, что вся история Киевской Руси это история викингов. Ну, потому что, во-первых, у нас же тоже эти викинги правили достаточно долго. И поэтому начинаешь сомневаться, а была ли Киевская Русь в том виде, как нам ее подают или как придумали российские историки для того, чтобы забрать историю Древней Руси на себя. Ну, то есть люди явно пришли оттуда с Урала, финно-угорской группы, но они захватывали эти территории. То есть, почему они брали украинскую историю или историю Древней Руси? Ну, потому что они брали более развитую историю. Они тоже присоединялись в какой-то степени к крещению. Немного позже все это происходило, но это также происходило. И мы иногда теряли историю и то, как нам ее описывают, но потом начинаешь разбираться, а могла ли она быть такой, одинаковой во всех странах Европы, в том числе у нас. Но ты понимаешь, что что-то от нас скрыли, что-то приписали, что-то выдумали. И в этом надо искать нечто другое. А зачем это все надо было делать? Так, я скажу, слушайте, а действительно много русских? Такой вопрос, я из России. Хороший вопрос. Больше всего, как правило, орут те, кто вырвался, и надо поорать от счастья. Ну да, когда человек вырывается из какого-то горя, и у него это удается, можно и покричать от счастья. А что такого? Вы разве не так себя ведете? Так, Киевская Русь это русский флаг. хорошо. Флаг вам в руки. А Украина это Украина. Вот когда вот это вот. Почему не надо вот это лезть туда в древности эти? Там запутаешься, поссоришься со всеми соседями, особенно по пьянке, начнешь ругаться из-за Богдана Хмельницкого. Или еще из-за какого героя? из учебника в истории. А вот когда ты берешь Украину, чудесную страну в границах девяносто первого года, вот такой, как она есть, идеальная же страна от Львова до Одессы. Совершенно разная страна. Какая палитра, когда проезжаешь по этой густонаселенной территории. Почему Путин с трудом валит через Донбасс? Ну, густонаселенная территория. Там нет свободных. Поселки близко друг к другу стоят. Рабочие эти поселки. И когда ты вот эту всю Украину проезжаешь, ты понимаешь, боже мой, это же людям Бог послал чудо-землю с разной культурой. С пришлой, не пришлой. Какие-то люди здесь жили всегда. Какие-то пришли в Донецке и в Днепропетровске приходили в том числе и немцы, и поляки расселялись. И как бы просто чудесная страна. И всей этой стране еще и Киев подарит. В том плане, что он город, который впитал в себя и все время продавал расти до трех с половиной миллионов и дальше бы рос нормально. Но вот этот вечный срач и раздрай, в которых надо обвинять. Я не берусь обвинять просто людей обычных, которые не всегда до конца додумывают мысль. А обвинять все-таки надо людей, которые используя возможности тех же самых спецслужб, они используют не на примирение граждан, что заказа такого нет от государства и от соседнего государства тоже, а есть заказ на раздрай. И вот здесь могут стоять на пути этого раздрая только сами люди. То есть не принимать это. Вот не принимать. В какой-то степени голосование за Зеленского это была примиренческая оппозиция. Это 73% населения страны фактически примиренчески отнеслись к выбору. Ну, потому что надоел этот армавир, надоел этот вечный патриотизм, постоянная угроза войны, постоянные гонки друг на друга из-за языка. И вот это примиренческое что-то. Оно появилось в кривом рогу, как-то так оно вот это вот произросло в виде этого Зеленского, в виде этого учителя, который может управлять государством по-человечески. как соседей. А когда вот это вот зеленое недоразумение все-таки пришло и все положило и предало и оказалось, что он ряженый и на самом деле он тоже превратился в то же самое чудовище. Что самого президента поглотило этот молох, который заставляет его думать только о войне и никакой мысли он не допускает о перемирии. Мы еще с вами спросим его, когда вот заставят его подписывать этот договор, почему два года мы воевали, когда договор будет тот же самый. Так, ну хорошо, спасибо за внимание, в общем-то я хотел рассказать Закарчинского, Портникова и этих провокаторов из Львова. Львовяне должны задуматься и те, которые работают на этой студии и когда летят бомбы, помнить, что в какой-то степени они своими ручками или своим языком допускают на свою студию провокаторов, да и студия сама провокационная, созданная во Львове. Рабатываем свободно. львове. Редактор субтитров